Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал кух Палевца, призывая к еще большей осторожности. Осторожность, мать мудрости, сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в плене которого образовалось несколько дырочек. Туда окапнули слезы. Палевца тогда навезла пива на стол. Ныне время такое приходилось к нам осторожно. Вчера у нас было двое похорон. Попытался пересекать, довольно другой церковный сторож осветал опознание. Видать, помер в пиву. Доброе утро. Доброе утро. А в чем причина-то? Причина-то какая? Причины? Да. А ее отведили. Кто вам сказал? 664 приказ, 45 пункт, не учили? 664 приказ, 45 пункт. Вы уверены? Что ж, хорошо. Дальше. По 186 приказу у нас 10 оснований для остановки есть. Давайте посмотрим ваше удостоверение. Посмотреть, кто у нас отменил причину. Ваше удостоверение, посмотрим, пожалуйста. У меня просто интересно. Я надеюсь, регистратор включен у вас? А нет. Замечательно. Не торопитесь, я не спешу. Так как страховка у меня электронная, Андрей Николаевич. И вы видите, что машина куплена в этом году и машина выпуска этого года. Я еще ничего не вижу. А посмотрите. Есть документы, посмотрите. Ну так что же. Вы стоял обостоверение? Да, я попросил. Пожалуйста, конечно. Да, Андрей Николаевич, плохо вы изучали 664 приказ. Особенно 45 фунт. 664. Ну, скажем так, мою оценку моих знаний не вам давать, а работа, скажем так, руководящий состав. Ну, естественно, мы сообщим. Смухали хорошо, и то же. Как вы думаете, есть у меня страховка? Он у меня в электронном виде, но для некоторых сотрудников я все-таки попытался его распечатать. Продоходите, пожалуйста. Федеральный закон номер 40 о страховании гражданской ответственности, вы обязаны это делать? Да, я сделал. А по комнату 2.1.1 право дорожить, тем более. Один перевернитесь. А с какой целью интересуемся? Ну, с такой целью, что вы можете переводить малолетних детей, которые право перевозки детей. Мои малолетние дети дома. Мне сразу труднее так ответить. Меня просто поражает отношение инспекторов к людям, которые не знают даже свои приказы, а что-то требуют от нас. От кого? От водителей обычных простых. А вы знаете свои законы? Да, более чем. Мы только не знаем свои законы. Только очень плохо. Подучите, пожалуйста. Я же вам говорю, это не вам оценку решать. Просто подучите. Хотите, я вот даже ради интереса вам сейчас наберу его в интернете, и вы его почитайте. Для себя. Чтобы не выглядеть глупо. Перед чем? Перед водителями. Перед выговорю глупо. Ну, я сомневаюсь. Передо мной вот в данный момент совсем неправильно. Ну, это ваша вопрос. Да, я не спорю. Вы хотите почитать, или вам неинтересно? Я почитаю свободные отборки детей. Андрей Николаевич, для общего развития не подумайте, что кого-то хочу обидеть. 45-й пункт 664-го приказа. При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвать... Можно я это читаю? Хорошо. Назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Скажите, я вам представился? Да. Я когда хотел узнать причину и цель, вы сказали, что ее отменили. Где? Причина и цель у нас отменяли. У вас это в Волгоградской области? А в 45-й пункт 664-го приказа. Ради, просто для своего развития, чтобы не выглядеть глупо. Почитайте, пожалуйста. Она есть, ее никто не отменял. Причина и цель отменена. Основание для остановки. У нас их есть по 386-м приказу. Вы, во-первых, находитесь на ранопосту. Основание для остановки на ранопосту. Ну и что? А причину и цель я имею право узнать? Причина и цель отменена. Нет, ну вот же написано, что не отменена. Хорошо. Я изучу закон. Изучите, пожалуйста. Хорошо. До свидания. Вот такие инспектора в Волгоградской области. К сожалению. Продолжение следует... Продолжение следует...